Подключен. Подключение. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас снова на наших лекциях в рамках программы магистратуры менеджмент устойчивого развития, которую школа бизнеса МГИМО реализует совместно с Центром устойчивого развития МГИМО. Напоминаем вам, что регистрация на программу уже началась, и программа магистратуры менеджмент устойчивого развития рассчитана на подготовку специалистов, готовых оценить риски устойчивого развития по вопросам современной повестки ESG, найти адекватные решения на различных уровнях управления – корпоративным, региональным, государственным. И сегодня мы приветствуем нашего многоуважаемого спикера Никиту Воробьева, который является директором по экологии и климату группы НЛМК. Никита, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, коллеги, добрый день. Здравствуйте. Еще хотелось бы только напомнить, коллеги, что мы всегда приветствуем наше более живое интерактивное общение, поэтому у вас будет возможность задать вопросы Никите. Это можно сделать или с помощью голоса, микрофоном, или же написать вопросы в чате. А сейчас мы попросим вас отключить ваш звук, и, пожалуйста, Никита, вам слово. Добрый день, коллеги, всем. Очень рад вас приветствовать. Ну, скажем, в виртуальных стенах моей собственной альбоматор. Я также выпускник НГИМО. К сожалению, когда я поступал в институт, не было факультета, связанных с экологией или климатом, но воля судеб, я в эту сферу все равно пришел. И очень рад сказать, что и в нашем институте есть вот такой коллектив единомышленников в сфере экологии и климата. Я, собственно, в компании Новомка работаю уже на протяжении 10 лет. Вот, видали, как в апреле отметил свой небольшой юбилей. Занимался я большую часть этого времени вопросами, связанными с джиаром, связанными с внешними коммуникациями, связанными с вопросами торговой защиты, но и регулированием экологическим. Естественно, это был большой блок моей работы, собственно, благодаря которому, благодаря компетенциям, которые я нарастил, позволили мне уже и заняться полноценно вопросами экологии и климата. Сегодня коллеги попросили сконцентрироваться, собственно, на вопросах дегармонизации. Это лишь одна из составляющих, которые в нашей экологической и климатической политике. Но, безусловно, важная составляющая, наверное, я скажу точно, набирающая важность не только с каждым годом, а с каждым днем, на самом деле, буквально. Вот, я сделаю небольшую презентацию на эту тему, да, но слайдов у меня есть большое количество, да, коллеги. Поэтому я, наверное, расскажу достаточно коротко, постараюсь, да, на пределах 20-30 минут, сколько получится. Вот, но далее буду рад поотвечать на ваши вопросы и хотелось в таком режиме диалога, да, нашу встречу сегодня провести. Тем более в онлайне вдвойне сложно, да, такой монолог устраивать. И я точно не профессиональный лектор, прошу сразу меня за это извинить, как называется. Вот, и буду рад дискуссии, да, поэтому, да, как Ольга отметила, вопросы пишите в чат сразу по ходу, который есть. Я постараюсь сделать паузу между определенными слайдами. И если будут бывать и паузы, вопросы, смело включайте микрофон и давайте сразу пообсуждаем. Поехали тогда. Может быть, да, давайте я сразу начну с вопроса. Есть, может быть, какие-то отдельные аспекты декарбонизации, которые вы хотели бы услышать, да, ну, понимая, что мы говорим про крупную металлургическую компанию. Если есть что-то, что особенно вам интересно, скажите, я тоже постараюсь. Даже слайдов у меня нет, все равно рассказать. Ну, или напишите в чат, да, коллеги, как удобно. Так, сейчас я поделюсь экраном. Коллеги, видна в полноэкранном режиме презентация? Да, все хорошо, все видно. Спасибо. Ну, здесь, повторюсь, у меня собраны все возможные аспекты, которые, собственно, находятся в зоне моей ответственности в группе НОВНК. Сегодня сконцентрируемся на теме климата, но, впрочем, если будут вопросы и по теме, ну, так скажем, классической экологии, да, связанной с воздействием на атмосферу, водные объекты, почвы, буду рад, что называется, определить. Ну, отдельно могу на такую интересную тему, как инновации, рассказать, потому что она точно сегодня в тренде не просто глобальном, но и в корпоративном тренде тоже нашем. Ну, начнем с того, что такое НОВНК и, собственно, от лица кого я сегодня буду рассказывать. Мы крупнейший производитель стали в России, при этом мы по праву являемся международной компанией, которая представлена в семи странах мира, чуть ниже, покажу карту нашего присутствия. На нас приходится сегодня чуть более 20% российского производства стали, вот, соответственно, ну, такая существенная доля. Ну, а дальше, если уходить в отдельные продукты, то, например, на рынке стальных полуфабрикатов принимаем 10% глобального уже рынка стали. На рынке электротехнической стали – это то, что применяется в различного рода агрегатах, такие как трансформаторы, роторы, электродвигатели и так далее. Мы занимаем 12%, опять же, я говорю сейчас про глобальный рынок, ну, и так далее, да. Металлургия, скажем, интересна тем, что имеет большую палитру продуктов, да, то есть это действительно, ну, в портфеле нашей компании более трех тысяч различных продуктов, которые мы производим, продаем, поэтому можно мерить очень по-разному. Ну, а если говорить, опять же, про общий глобальный ландшафт, то мы, в зависимости от года, там, 16-е, 17-е, 18-е место и в мировой табеле о рангах занимаем, что с учетом распространенности металлургии по миру в целом, да, является хорошим результатом. Из тех наших климатических показателей, да, я вот все-таки буду, наверное, сегодня по ходу встречи и в целом разделяю аспекты экологии и климата, да, да, потому что она экологическое воздействие, то, что, так скажем, более локально, да, в городах нашего присутствия происходит, климатические аспекты действительно глобальны, поэтому, собственно, и договор парижский является глобальным договором, да, и все усилия носят действительно и межпрослевой, и межпрослевой характер. Мы 35% нашей стальной продукции производим из вторичного сырья, из металлолома, который является, ну, как-то принято говорить, углеродометральным, да, то есть он идет, скажем, в зачет с нулевым углеродным следом, поскольку это вторичное сырье, которое уже, при производстве которого уже выброс был ранее учтен. Вот, соответственно, это более трети всего нашего входящего сырья, ну, что является хорошим показателем. Ну, и мы, когда говорим о нашем собственном углеродном следе, мы думаем не только о том парниковом газе, который образуется при нашем собственном производстве, но и об углеродном следе наших потребителей. И мы подсчитали, что за счет тех новых продуктов, которые мы выпускаем в текущем стратегическом цикле, это 2018-2023 год, текущая наша стратегия, новые продукты позволят нашим потребителям, ну, так скажем, сэкономить порядка более чем, точнее говоря, 30%... 30 миллионов тонн СО2 в год. Я примеры приведу, поговорим тоже сегодня подробнее. Ну, собственно, страны нашего присутствия вы видите на экране, то есть это 7 стран, это 4 европейских страны, Бельгия, Дания, Франция, Италия, и это США, и это Индия, новый для нас большой развивающийся рынок, где мы ранее имели сервисный центр, такой центр обслуживания, можно сказать, а сейчас инвестируем уже в полноценное производство части цепочки как раз трансформаторной стали, один из таких видов электротехнической стали, на растущий индийский рынок, где, собственно, мощности генерации этой энергии будут только увеличиваться. Ну, понятно, что сердце наше при этом располагается в России, да, это 5 регионов, это основных 5 регионов, основных присутствия, это Липецк, Белгород, Калуга, Екатеринбург и Алтайский край, Заринск. Давайте до того, как я перейду в тему конкретно климата, скажу про наши цели в целом по компании, они у нас установлены по всем видам воздействия, это и, собственно, снижение эмиссии парниковых газов, это и снижение эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ, это и пыли, и арксид азота, серы, которые, собственно, тоже, которыми сопряжено металлогическое производство. Это и переработка вторичного сырья, рециклинг, для нас очень важная цель, которую мы уже, на самом деле, перевыполнили в рамках текущего стратегического цикла. Ну, и это, конечно, воздействие на водные объекты, снижение поступления загрязняющих веществ более чем на четверть за текущий стратегический цикл. Я, наверное, подробно по всем видам воздействия сейчас останавливаться не буду, могу после отсутить, если это будет интересно. Но вот пока вы видите на текущем стадии наш трек движения по СО2, которым мы уже достигли хороших результатов. Бенчмаркинг вам тоже покажу, это обязательно часть нашей работы. Ну, если говорить про тему климата и климатического воздействия, несколько таких больших цифр... Да, извините, Ольга, я вот сейчас в полноэкранном режиме час не вижу. Да, вот... Если есть вопросы, давайте здесь паузу сделаю. Можете мне зачитать? Прошу ли. Да, есть вот от ИНАЛа такое больше даже пожелание. Добрый день. Я был бы очень благодарен, если бы получилось охватить вопросы, связанные с ESG-рисками, которым подвержена компания и инструментом их анализа управления. Понятно. Ну, давайте тогда, наверное, я до того, как нырну в тему климата, подробнее как раз спасибо за вопрос. Тему ESG освещу, да, и как устроено вообще в нашей компании управление. Ну, во-первых, каждая из трех букв имеет своих ответственных, да, потому что, ну, наверное, как говорит наш президент компании, единственный, кто может за все ESG отвечать, это SEO, да, компании. Это, собственно, сам президент. Поскольку, ну, темы очень большие по охвату. Соответственно, по... Если мы говорим, ну, идем в топ-даун, да, сверху вниз, то в Совете директоров есть комитеты, которые рассматривают вопросы как экологии, так и социальной политики, так и, естественно, и корпоративного управления. Я вот, на самом деле, с точки зрения рейтингов, наверное, тут кратко, тем не менее, представлены, да, у нас коллеги из АИАР из связи с инвесторами, отвечают за, естественно, рейтинговые показатели по ESG, но видны наши позиции вот по основным агентствам, которые... которыми мы работаем, да, в футсе и социально-энолитике. Вот. Соответственно, в... Соединенных дорог есть комитеты, которые рассматривают вопрос социально-экологической политики и вопрос корпоративного управления. Далее в компании есть система KPI, да, система ключевых показателей эффективности. Извиняюсь, коллеги, наверное, будет много англицизмов сегодня. Знаете, в среде металлургов это такой моветон, ругаться английскими словами, но я думаю, что в стенах нашего института допустимо, и, надеюсь, все, так сказать, понимают, понимают, о чем я говорю, да, но тем не менее буду готов прокомментировать, расшифровать, что требуется. Одну секундочку, коллеги. Все работает. Все работает. Спасибо. Спасибо. Извините, коллеги, я тут сегодня нахожусь на выездном мероприятии, и металлургический саммит проходит сегодня, большой, ежегодный, вот, поэтому тут коллеги-организаторы помогают. Так вот, система КПА, которая выстроена, опять же, сверху вниз от вице-президентов, курирующих направления, в нашем случае, в моем случае, это вице-президент ПК по энергетике и экологии, и далее вниз до всех сотрудников, включая мастеров, уровень мастеров на производственной площадке, то есть, начальники цехов и начальники производств, имеют соответствующий КПА. Если говорить про риски, то, в принципе, у нас все управление инвестиционной программой, оно основывается на рисках. Система управления риском у нас в компании, ну, она относительно зрелая, так, грубо вам скажу, я думаю, что имеет там возраст 5-7 лет, да, для человека, может, не очень большой, но для компании достаточно. соответственно, есть отдельные методики по экологическим рискам, на которых мы строим свою экологическую программу, есть методики, связанные с рисками по охране труда и промышленной безопасности, на которой строится собственно программа по ОТЭ и ПБ, на каком-то аббревиатуру, есть популярная, и они ежегодно переоцениваются, мы и в течение года по операционной экологии, мы ежегодно, соответственно, вот у нас горизонт нашего инвестпланирования сегодня это 5 лет, ну, это такого же конкретного, да, там, стратегический горизонт планирования, он больше, но именно инвестиционный пятилетний цикл, и мы каждый год новыми появляющимися рисками свою инвестпрограмму дополняем, если риск какой-то острый, он идет, естественно, в приоритет в реализацию в этом или в следующем году, понимаем, контролируемый риск, то он попадает в длинный пайплайн проектов в пятилетнем цикле. Вот, соответственно, и по реализации инвестпроектов, если этот риск требует инвестиций, тоже у нас есть KPI, которые в нашем инвестиционном блоке устанавливаются, ну, а где я про свою функцию скажу экологи, как выступают в качестве заказчиков, да, и, собственно, мониторят реализацию этих проектов. Вот, таким образом, ESG-управление по рискам осуществляется. Давайте тоже паузу сделаю. Если есть вопросы, коллеги, я к голосу попрошу включать микрофон, задавать. Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы какие-то сейчас к Никите? В чате пока больше нет вопросов. И вот голосом вроде бы тоже пока нет желающих. Ну, может быть, впоследствии, да, чуть позже. Спасибо. Да, спасибо. Значит, давайте сначала начнем с темы парниковых газов, такой, с большой глобальной картинки. Возможно, кто-то, кто уже, так сказать, погружен, знает, но я, тем не менее, расскажу для общего понимания. Значит, если брать глобальную эмиссию парниковых газов, то на сектор металлургии, на сектор черной металлургии, да, здесь тоже такие отраслевые нюансы, когда мы говорим про черную металлургию, это производство сталь. Металлургия бывает цветная и черная, если так по-крупному разделить. Цветная, очень разношерстная, там и алюминий, и никель, и медь, и цинк, да, очень много разных металлов. Черная металлургия консультирована именно на железе и на стале. Так вот, на железо и сталь по миру приходится от 7 до 9 процентов эмиссии парниковых газов, если брать мировой разрез. Грубо, почти 1 десятая, чуть меньше, тоже зависит от различных оценок. Вот, соответственно, если говорить, если говорить про эти отрасли, да, если говорить в разрезе стран, то, ну, вы видите здесь на правом графике топ-10 стран, инвентентов, да, Россия явно не на первом месте, если мы сравним с Китаем или США, но в числе одним из ведущих, да, то есть на уровне, опять же, здесь оценок, 3-5, там, 4 процентов глобальной эмиссии приходится на нашу страну. Я, к чему это, об этом говорю, этот контекст, почему для нас важен, потому что мы понимаем, что мы, а, это лургическая компания, б, компания, находящаяся там, преимущественно в России, да, поэтому и там, и там, из какого разреза, не посмотри, что называется, да, сокращение эмиссии парниковых газов для компании важно. Соответственно, если брать, уже спускаться на уровень России, да, вы видите, что порядка 2,5 миллиарда тонн эмиссии парниковых газов приходится на нашу страну, да, соответственно, если говорить, опять же, чтобы просто на уровне цифр, бизнес очень любит цифры, да, наша компания не исключение, если говорить про, опять же, порядок цифр на НМК приходится 2,5 миллиардов порядка 30 миллионов. Много это мало, да, но если так это брать через, что называется, проценты, да, это там, чуть более одного процента, но это значимая величина, это материальная величина, да, посредством правления которой можно воздействовать на общую картинку, поэтому мы так же, как компания, ответственная компания обращаем повышенное внимание. ну, вот здесь бенчмаркинг начинаем мы всегда с любой подход к любой проблеме, со сравнением себя с другими, ну, просто важно для того, как начинать просто бежать, важно понимать, где ты сегодня находишься. и, ну, здесь очень много цифр, различных сравнений по эмиссии парниковых газов, с чем это связано, ну, связано с одной большой, скажем так, глобальной проблемой отсутствия единой методологии сравнения климатического воздействия по миру. Есть много разных метрик, какие-то из них более признаваемые, какие-то менее признаваемые, да, тем не менее их множество, поэтому мы вот последние несколько лет проделали большую работу по сравнению себя по различной методологии. Что я могу сказать, начну вот с левой части слайда, если брать европейские подходы, переходы европейской системы торговли квод, то мы видим, что мы по уровню эмиссии достаточно близки к европейским бенчмаркам, то есть к лучшим показателям Европы. Европейские бенчмарки в свою очередь строятся на 10% самых лучших, самых эффективных компаний и производителей. За счет мероприятий текущего стратегического цикла мы еще больше приближаемся к этому бенчмарку, и там разрыв будет составлять на уровне 7-8%, что на наш взгляд является очень хорошим презентатом. Если же брать конкретно доменное производство, доменные печи, да, это большие агрегаты, где производятся чугун и, собственно, основные вкладчики совокупной эмиссии форниковых газов, то этот разрыв не превышает 5%, что, собственно, не то, что статистическая погрешность, но близкий к нему показатель. Мы также сравнивали себя на уровне холдингов. Да, важный еще, наверное, такой краткий, так скажем, комментарий. Опять же, наверное, многие из вас знают, многие, возможно, нет. Когда мы говорим про тему парниковых газов, то традиционно в мире разделяют различные охваты воздействия, области воздействия, так называемые скоупы. Есть скоуп 1, который на левых графиках представлен, это прямая эмиссия, это то, что выбрасывает в процессе производства парниковых газов. есть скоуп 2, который эмиссия связана с производством электроэнергии, которую мы потребляем. На нашей площадке этого выброса не происходит, но он происходит где-то еще, где вырабатывается электроэнергия, так называемый скоуп 2, его выделяют отдельно, поскольку электроэнергия важный входящий ресурс. И есть скоуп 3, это когда мы уже смотрим всю картинку и то, что мы потребляем в процессе производства и то, что выбрасывается при производстве электроэнергии и то, что выбрасывается при производстве всех иных видов сырья, которые мы потребляем. Уголь, жидорудное сырье, огнеупоры, различные виды сырья, которые мы потребляем, при их производстве тоже чтоб выбрасывать. Когда мы смотрим на все 3 скоупа вместе, мы получаем наиболее полную картину. Другой вопрос, опять же, как это считается? Дьявол всегда в детали, но тем не менее. Когда мы посмотрели на себя на уровне групп, да, компаний наиболее крупных, вот на право лешней графике представлены, мы видим, что мы собственно на уровне на самом деле мировых лидеров находимся, но тем не менее, опять же, гэп есть, да, есть куда стремиться. Когда мы посмотрели в разрезе вот всех трех скоупов, ну, здесь есть проблема с наличием данных, поскольку World Steel персонифицированные данные не выдает по компаниям, но мы сравнили с нашими российскими коллегами, которыми обменялись фактическими данными, мы видим, что совместно с коллегами из Северстали, от ЧРМК, это телепоездный металлический комбинат, мы находимся здесь в числе лидеров. Резюмируя, что можно сказать по этим цифрам, да, что российская металлургия в целом находится на достаточно неплохом уровне в мире по эмиссии подняковых газов. Да, безусловно, есть вот такие компании, как ThyssenKrupp, немецкая, или First Alpin, австрийская, которые имеют еще лучшие показатели. Но, тем не менее, если мы возьмем всех глобальных игроков, то российская компания, собственно, находится на очень хорошем уровне. Да, знаете, у нас есть иногда некий такой миф, который говорит о том, что мы грязные, в России никто об этом не думает, поэтому весь основной мир нас это перешает. Ну вот, на примере вопросов климата парникового газа, могу сказать, что это не так. Нам есть чем похвастаться. Да, коллеги, сейчас я отдам возможные вопросы, если есть. Вот, это первое. А второе, что, конечно, если мы смотрим на бенчмарки, есть куда улучшаться, и в связи с важностью темы в мире в целом, мы, сходя из этого, строим свою инвестиционную программу. Давайте здесь паузу сделаю. Если есть вопросы, опять же, включайте микрофон, задавайте. Да, коллеги, пожалуйста. Появились ли вопросы у кого-то? В чате пока нет вопросов новых. Хорошо. Спасибо. Вот вопрос, да. Да, добрый день. Большое спасибо, Никит. Большое спасибо. Есть два вопроса. Один технический, другой такой большой аналитический. Аналитический следующий. С вашей точки зрения, какие перспективы в России для развития рынка квот выбросов в СО2 в рамках индустрии или в рамках, например, экономики в целом? А технический вопрос, он маленький, на самом деле, я буквально мельком заметил, возможно, я ошибаюсь, на первом слайде у вас, где рейтинги ESG и Sustainalytics, мне показалось, что там достаточно высокие цифры. То есть там рейтинги на уровне 82, то есть очень большой уровень риска. И он ухудшается. Это так или эти цифры показывают что-то другое? Начну с последнего короткого. Это не показатели риска, это показатели рейтинга у этих уважаемых агентств. И прямо наоборот. То есть рост показателя означает улучшение ESG позиций. И на самом деле, если брать российскую металлургию черным полуги, у нас лучшие показатели по этим цифрам среди российских компаний. То есть это не уровень риска, это показатель качества ESG усилий. Если говорить про российский рынок, очень хороший вопрос, с точки зрения регулирования квот. Но, опять же, скажу два слова. У нас сейчас находится на утверждении в Государственной Зуме законопроект по регулированию парниковых газов, по сокращению эмиссии парниковых газов, который вводит, который мы делаем первый шаг. Это шаг регулярной, полноценной отчетности всех субъектов, крупных субъектов по парниковым газам. И первый заход на создание рынка углеродных егеней. Это сегодня не означает введение какого-либо квотирования или там обязательной торговли квотами на парниковые газы. Но это такая, знаете, первая ступень. Плюс ко всему, сейчас, если видели в СМИ, опять же, на Сахалине запускается как раз-таки эксперимент по квотированию эмиссии парниковых газов. который будет охватывать все отрасли Сахалина и, собственно, где эта система, так называемая cap and trade, как и уроки называются, будет протестирована. Возможно ли такая система квотирования в России в федеральном масштабе? Да, безусловно, возможно. Возможно ли она сегодня или даже там завтра, ну, под завтра поджимать, там, в течение года-двух? Конечно, нет. Мы пока такого уровня зрелости еще не достигли. Но я практически убежден, что мы к этому придем, ну, давать так, я экспертную оценку, да, скажу, свою собственную, там, неподкрепленную, наверное, всеми цифрами. Ну, в горизонте 5-10 лет, я думаю, мы туда должны прийти. Да, то есть такая система будет просто потому, что мировая практика показывает, что она требуется для сокращения эмиссии. Ответил на ваш вопрос у нас? Да, да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, здесь я, опять же, кратко представлю нашу статистику, что называется, опять же, по скулпам, да, эмиссии парниковых газов. Мы достаточно детально эту статистику ведем в разрезе и отдельных скулпов, то есть и прямой эмиссии, и косвенной, в разрезе отдельных видов производств. Все это нужно для чего, коллеги, да, это не просто, знаете, желание что-то посчитать, но это помогает нам дальше строить свою программу по сокращению. То есть, отсталкиваясь вот от этих цифр, мы можем строить программу по сокращению, далее мониторить динамику. Мы, ну, начинали это все, естественно, с каких-то разовых оценок, потом с ежегодных оценок. В том году мы сделали впервые полугодовую оценку, да, то есть каждые полгода начали оценивать. Но вот с этого года по основной производственной площадке мы пришли уже даже на ежеквартальный темп оценки эмиссии парниковых газов. Я думаю, что уже в очень коротком горизонте, вопрос поставить на рельс это все, да, мы сможем это делать ежемесячно, вот, но некоторые отдельные компании в отрасли, в мировой отрасли, в российской мировой, ставят сейчас это и на онлайн, на ежедневный мониторинг. Это тоже наша такая стратегическая цель. И здесь, я говорю стратегическая, но горизонт реализации на самом деле достаточно короткий, да, потому что тема сегодня очень горячая и важная. Соответственно, ну, наша стратегия в целом по сокращению эмиссии, она многовекторная. Почему? Потому что нет, знаете, такой, как говорят, волшебной таблетки, да, одной, которую можно было бы принять и сократиться в углеродных лет, поэтому мы работаем в совершенно разных направлениях. Есть такие, условно классические треки, как энергоэффективность, снижение потребления электроэнергии, как снижение потребления углеродоемкого сырья, да, в нашем случае это, прежде всего, уголь, который используется в доменных печах для производства чугуна, вот, как направление производства новых продуктов, о котором я упоминал, но так и такие инновационные треки. Мы два года назад подтвердили портфель таких пилотных инновационных проектов, которые мы понимаем, что в промышленном масштабе сегодня не являются окупаемыми, это чисто затратные проекты, но которые позволят нам посмотреть вперед до горизонта, да, что называется, и понять, какие технологии могут выстрелить в будущем, поэтому то, что в нижней части слайда, это вот такие как раз перспективные проекты, которые мы пилотируем, и сейчас активно находимся на стадии проектирования их с тем, чтобы запустить в горизонте 22-23-х годов. Это и связано на них, конечно, и с улавливанием СО2, и с его дальнейшим применением, как в наших собственных продуктах, прежде всего попутных продуктах, так и в собственном производственном цикле. Вот, и, наверное, многие из вас слышали про тему водорода, да, и перехода вообще на водородное будущее. Она такая, знаете, сегодня, можем по это отдельно поговорить, она сегодня во многом такая хайповая, да, как говорится. Вот, но мы на нее смотрим не как на хайп, а как на действительно возможный потенциал. Сегодня экономики водорода, металлургии нет, ну, от слова совсем, из-за такой слайды, да, но, тем не менее, мы должны протестировать технологическую применимость. водорода в нашем доменном индивидуированном производстве. Вот на это один из проектов у нас нацелен. Ну, и, собственно, мы ведем анализ эффектов от наших проектов на ежегодной основе. Вот, вы видите здесь на слайде перечень проектов, которые мы делали в 19-20-м годах, которые мы завершили и которых уже можем посчитать эффект. Да, 160 тысяч тонн в год, это тот конкретный эффект, которого мы уже добились. здесь дальше такой подробный слайд по наше в целом направление деятельности. Они, помимо, собственно, да, проектов, направленных на сокращение, есть отдельный большой блок, связанный с отчетностью. мы по итогам прошлого года впервые посчитали вот колл-третий и миссии, связанные с нашей upstream-цепочкой, с поставкой сырья и материалов, которые мы используем. И это то, что мы тоже ставим теперь на регулярную оценку. мы смотрим активно в части инновационных проектов на проекты, связанные с лесами и управления лесными участками, которые позволят нам зачесть те поглощения лесов, которые происходят в расчет произвести offset, так называемую компенсацию нашего собственного геродного следа за счет поглощения этими лесными участками, лесами этих участков, прошу прощения. Значит, далее мы формируем сегодня уже более долгосрочную климатическую стратегию в текущий горизонт, куда мы смотрим, это до 30-го года, соответственно, чтобы поставить цель на этом горизонте примерно 10 лет. И это важная задача, мы планируем в течение текущего года такую цель поставить. Ну, и с точки зрения отчетности, мы ее ежегодно развиваем, планируем в этом году принять участие в так называемом проекте CDP, это Carbon Disclosure Project, такой глобальный проект, нацеленный на раскрытие информации по всем компаниям мира, по их углеродному следу. Это такая большая инициатива с присваиваемыми рейтингами, где мы в этом году планируем принять участие и получить свой рейтинг. Ну, и, соответственно, продолжаем оценивать себя по различным стандартам, стандартов оценки углеродного следа очень много, и это такой важный большой блок нашей работы. Последний будет, касающийся европейского углеродного регулирования, это вообще отдельная большая тема, можем в нее тоже нырнуть, заслуживает отдельной лекции, наверное, пожалуй, отдельной дискуссии, но мы там активно участвуем, мы член европейской ситуации производителей стали, я лично вошел в состав той рабочей группы, которая в Европе сформирована по углеродному регулированию, но с точки предложений отрасли, отдельно работает регулятор Европейская комиссия по этому управлению, а Еврофер Европейская ситуация формирует позицию отрасли по данной теме. Здесь большое количество инициатив, где мы участвуем в теме климата, это и площадки Всемирного экономического форума, это и российско-французский форум, в котором мы принимали участие в прошлом году, это и Всемирная ассоциация производителей стали, в котором у нас было несколько проектов, ну и это уже целевые сотрудничества с отдельными компаниями, мы в начале года специальным меморандумом с Новотеком о работе в теме декарбонизации, производства водорода, опять же улавливания и производства стали для хранения и транспортировки водорода. И Сколково тоже один из наших важных партнеров, который помогает нам искать инновационные решения в данной сфере. Я, наверное, еще здесь паузу, коллеги, сделаю, если здесь есть вопросы. Да, вот поступило несколько вопросов, Сергей интересуется, используется ли какая-то автоматическая система для расчета и оценки выбросов? Спасибо, Сергей, очень хороший вопрос. Действительно, тема автоматизации и сокровизации в целом популярна, опять же, не ради хайпа, а ради сокращения собственных или по причине сокращения собственных содержек, в том числе транзакционных. Транзакционные издержки для бизнеса не менее важны, чем прямые затраты. У нас мы разработали свою собственную модель по оценке, ну, привязанную к нашему виду производства эмиссии парникового газа по всей группе компаний и российской и зарубежной части. Часть данных мы сегодня, большую часть данных получаем напрямую из системы, у нас в компании используется САП-система. Часть данных мы собираем с производства, она, конечно, уже, мы отошли от бумаги, полностью ушли от бумаги, хотя вот буквально скользоваться она еще была, да, это уже Excel-таблицы, которые мы собираем с отдельных видов производства, и сейчас как раз мы внедряем у нас информационную систему, которая поможет нам и синхронизировать, да, подтянуть данные уже из Excel-таблиц в нашу систему, с тем, чтобы полностью автоматизировать этот расчет. Сегодня, я так назову его полуавтоматический. Спасибо за вопрос. Ольга, еще вопросы? Да, еще один вопрос от Ольги. Подскажите, пожалуйста, проводимая верификация данных о выбросах включает в себя верификацию инвентаризации источников в выбросах? Хороший вопрос. Здесь мы как раз, наверное, идем на стык экологии и климата. Верификация в... Ну, давайте начнем с... Если кому-то кто-то не знаком, да, с тем, что такое инвентаризация источников, это сбор всех источников всех наших труб или там неорганизованных источников склады продукции, которые приводят к выбросам в атмосферу. Это производится в компании на регулярной основе, не реже, чем раз в пять лет, для того, чтобы нам оценивать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для этих целей, конечно, инвентаризация важна, и мы ее всегда учитываем. Если говорить про эмиссию парниковых газов, то здесь расчет несколько другой. Он происходит по так называемому углеродному балансу. Мы берем весь входящий углерод, который пришел к нам с углем, с материалами, с известью, которая тоже применяется в металлургическом производстве. И вот этот наш объем входящего сырья составляет основную часть углеродного баланса, по которому дальше производится расчет в зависимости от содержания углерода в каждом из видов входящего сырья. То есть в данном случае источники, именно как трубы, конкретные, их показатели не берутся в расчет, а берется в расчет объем потребления этого сырья на виде производства. Например, домин и цех потребляют там х тонн угля, в нем столько-то процентов углерода 80% небольшим. Соответственно, таким образом мы переводим это в СО2. Источники на трубе не учитывают. Сегодня есть в мире системы, которые даже автоматическом режиме могут замерять СО2 и на трубе. Проблема из двух состоит. Большое количество источников, если мы возьмем нашу основную тукалипетскую площадку, это более двух с половиной тысяч источников, оснащение которых дорогостоящие. Собственно, не только мы в мире, мировые лидеры пока не дошли. Второе, достаточно большая степень погрешности. Если брать фактически выброс на трубе, мы говорим о погрешности до 50%. Метод углеродного баланса точнее. Все ведущие компании металлургические пользователи. Спасибо, Ольга, за вопросы. Спасибо большое, коллеги, за вопросы. Пока вроде бы больше нет вопросов. Я за таймингом снижу, у нас не так много времени остается. Хотелось бы пообсуждать. Хорошо, конечно, спасибо. Я кейсы конкретные приведу, когда можно пощупать примеры наших проектов. Вот один из наших флагманских проектов текущей программы строительства утилизационной станции. Что это значит? Это собственно теплоэктостанция, которая работает не на первичном сырье, не на газе, не на угле, не на мазуте, а на отходящих газах металлургического производства. То есть в процессе производства образуется такой попутный газ, фактически отход этого производства, который мы забираем на станцию и из которого производим электроэнергию. Мы первые в России используем конвертерный газ. Конвертер это то устройство, которое из чугуна делает сталь. Не буду сейчас входит далеко в детали, собственно, это первичный стальной передел. Мы утилизируем конвертерные газы и будем производить собственную электроэнергию, повышая тем самым и нашу собственную обеспеченность электроэнергии и снижая вот наш как раз СКОЛП-2, наше косвенное воздействие на климат таким образом 650 тысяч тонн СО2 в год, очень материальная величина. Как мы снижаем расход угля в доменном производстве? За счет повышения содержания железа в нашем первичном сырье. Мы вертикально интегрированная компания, мы имеем собственную добычу железосодержащего сырья, железорудное сырье, как такой термин ЕЖРС, заголовок вынесен, для этого осуществляется. За счет процессов дообогащения этого сырья мы достигаем большее снижение железа и снижаем расход кокса. Вы видите еще большую материальность этого направления нашей стратегии, почти 800 тысяч тонн 102 в год мы сократим за счет этих мероприятий. А это все очень инвестиционно емкие мероприятия, чтобы вы понимали масштаб цифр. Опять же, наш текущий портфель проектов, который приводит к снижению эмиссии парников газов более 700 миллионов долларов. То есть почти миллиард долларов на это направлен. Но это очень материальная цифра. Я сейчас пытался сходу чем-то сравнить, но давайте пока я не буду придумывать. Еще один наш проект, который как раз такой стык экологии климата на самом деле, связанный с темой рециклинга, это строительство так называемой фабрики брикетирования. Что это такое? Это фабрика, которая собирает всю пыль с нашего производства. Пыль и шлама здесь указаны. Что такое шлам? Фактически это пыль, связанная с водой. Это вода с пылью, которая опять же улавливается от наших агрегатов и дальше повторно возвращается в производство. Мы из этой пыли делаем брикеты, которые потом возвращаем в доминную печь. Такой полностью замкнутый цикл. Это уникальная наша технология, которую мы разработали на собственном производстве и которая позволяет цифры здесь на экране вовлекать до почти полмиллиона тонн стоичных ресурсов обратно в производство. И соответственно снижать нашу природную след так же. Ну вот здесь про леса, о чем я говорил, мы сейчас хотим реализовать пилотный проект по управлению лесными участками, которые позволят зачесть. Пока не очень большой объем, но тем не менее тоже материальный до 100 тысяч тонн СО2 в год за счет управления этими лесами. Что такое управление? Это обеспечение пожарной защиты этих участков, это таксационная обработка лесов, обеспечение опять же доступа лесников в эти лесные массивы с тем, чтобы следить, предотвращать пожары, предотвращать переход поглощения, наоборот, выброс парниковых газов, который происходит при лесных пожарах. А вот с Липецкой областью мы сейчас находимся в процессе обсудения конкретных участков и структурирования этого проекта. Про наши продукты, которые позволяем сокращать, я уже упоминал, но вот здесь конкретные примеры по энергоэффективным сталям. Наши лесотехнические стали используются по всему миру, это не только Россия, это Европа и США, например, наша динамная сталь есть даже в Тесле на слуху сегодня Илон Маск пока про нас твитов не делал, чтобы поднять нашу специализацию, но надо будет как-нибудь его попросить, потому что наша динамная сталь применяется в электродвигателях многих электрокартов, а тем только Тесла, это и Volkswagen и другие мировые гранды. И за счет снижения потерь в этих сталях мы достигаем экономии использования электроэнергии, и вот такие очень материальные цифры, здесь указаны цифры на жизненном цикле этих продуктов, цифры на жизненном цикле этих продуктов, это действительно десятки, сотни миллионов тонн парникового газа. Ну и ветроэнергетика, не могу не упомянуть, наш датский завод, он один из моих любимых, по одной простой причине, я в институте изучал датский, так волей судеб, он мне достался, но очень полюбился мной, я и в Данию ездил стажироваться, и благодаря датскому языку даже в компанию попал, тоже отдельная история. Он на датский завод является одним из ведущих в Европе, топ-1 или топ-2, год от года меняется ситуация, поставщиков стали для ветряков, где сталь в ветряках применяется, но это прежде всего самая большая часть это вот в этом основании, в самом столбе монопайл, так называемый, применяется сталь, и вы видите, сегодня на ветроэнергетику приходится практически в 15% генерации в Европе, а на нас, как на поставщика стали для ветряков порядка 15-20% всего европейского рынка. Соответственно, замещая ветряной генерацией угольную, мы получаем очень большую экономию сокращения выброса полненкового газа. Это точно перспективное направление не только для Европы, но и для России, но в России, конечно, сегодня, пока в меньшей степени, сегодня, в Е, возобновляемый сущность энергии, в России, такие именно классические, как ветер и солнце, поставляют менее 1%. Но у нас есть, с другой стороны, другие конкуренции, преимущества, наша гидроэнергетика, наша атомная энергетика, которая по-разному в мире относится к атомной энергетике, но которая точно с учредением парникового воздействия является одной из наиболее низкоуглеродных. С ней соревноваться радостью ветер, даже если брать во всем жизненном цикле строительства и эксплуатации электростанций, ветряные и атомные электростанции сопоставимы по углеродному следу. Есть, конечно, определенные риски у атомной энергетики с точки зрения безопасности, и это важный аспект, но, тем не менее, безуглеродное будущее, мое убеждение, в среднесрочном горизонте 10, 20, 30 лет не может обойтись без верного атома. Вот, коллеги, наверное, с точки зрения, так скажем, моего представления компании о том, что мы делаем, это все, я точно буду рад с вами пообщаться и теперь в таком режиме диалога перейти, если есть какие-то вопросы. Спасибо большое, Никита, спасибо огромное за то, что рассказали нам и привели такие примеры и о своей компании, даже поделились, да, с секретами некоторыми. Скажите, пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы у кого-то, можете задавать, пока у вас есть такая возможность непосредственно Никите свои вопросы. Пожалуйста. Инал, да, хочет задать еще вопрос? Небольшой вопрос касающийся отчетности, которую готовит компания. Вы ее аудируете и в целом насколько актуален вопрос аудита не финансовой отчетности сейчас в России? Спасибо, Инал. Короткий ответ. Аудируемый очень актуален. Если подробнее остановиться, да, у нас есть аудитор, как у компании большой, естественно, публичная компания. Котируемся и в Лондоне, и в Москве. Соответственно, аудит важный, составляющий не только финансовую, но и не финансовую отчетность. У нас это PricewaterhouseCoopers, который аудирует наши данные и проверяет всю первичную информацию оттуда мы собираем данные по парниковым газам. Сегодня пока это скорее требования инвесторов в большей части, но я убежден, что в очень коротком периоде времени это станет и требованием покупателей и регуляторов. Вот эта верификация. Мы, собственно, вот вы видите по разным стандартам оценивали собственную миссию. Сейчас верифицируем не только, так скажем, классический вариант, который мы применяем для отчетности, но и другие подходы к оценке, включая европейские и европейские системы торговли Клод, с тем, чтобы иметь возможность европейскому регулятору показать, что наши данные достоверны. Поэтому это, с одной стороны, условно-технический момент, если посмотреть на бизнес целиком, что такое аудит, какой-то вроде бы я специально преуменьшаю нефинансовые отчетности, но, с другой стороны, очень важный а в скором времени денежный. Понял, спасибо. Спасибо большое у нас за вопрос. Коллеги, есть ли еще вопросы у кого-то? Пока больше вопросов. Что-то еще, коллеги, вам может быть интересно. Давайте так, я готов не только за темы экологии и климата, про металлургический бизнес, промышленный бизнес в целом узнать. Тоже буду рад прокомментировать и про регулирование. Мне просто хотелось бы узнать, а то я все говорю-говорю, может быть, совсем не туда. Да, сейчас посмотрим, может быть, у кого-то садрил вопрос. Скажите, пожалуйста, Никита, а вот вообще в целом пандемия, да, вот ощутимо как-то сыграла роль какую-то? Вы какие-то последствия уже сейчас видите или прогнозируете, что-то? Спасибо, Ольга, отличный вопрос. Последствия точно были, они не могли не быть, потому что они были для всего мира. Я, наверное, так условно разделю на две части внутренние, да, последствия как для компаний и внешних, для рынка в целом. Если говорить про внутренние аспекты организации, она, знаете, она подтвердила нашу гибкость как компании, потому что вот когда начался такой глобальный локдаун, ну, вы понимаете, да, можно перевести работников легко из офиса домой в IT-сфере, там, где у тебя есть только компьютер, нет ничего другого, да. и сложнее это сделать доме на печи, у которой на удаленку большую часть производственного персонала и успешно в таком режиме проработали, не снижая объемы производства, даже наоборот увеличивая по отношению к предыдущему году. И это, знаете, нам дало возможность понять, что мы, в принципе, можем так работать. И вот сегодня, когда, ну, понятно, еще пандемия не закончилась, не надо расслабляться, но уже некоторые ограничения снимаются, мы часть удаленной работы сохранили в постоянном формате. У нас, например, в московском офисе до двух дней недели допустимо работать из дома, то есть по режиму 3-2. И это здорово, это действительно дает и гибкость, и мобильность, да, уже теперь вот нет таких, знаете, классических отмазок, типа вот я не в офисе, поэтому не могу говорить. Человек теперь может говорить отовсюду. С одной стороны, вторжение, конечно, некоторое в личное пространство, но до определенных пределов, там говорим про рабочий горизонт времени, про рабочий горизонт. С точки зрения металлургии в целом, это создало вызов большой вот прошлый летний, весенний, летний, осенний сезон, да, когда резко просел спрос, просел потребление, было просто гигантскую работу коллеги из продаж и логистики проделать для того, чтобы сохранить цепочки поставок, вот, но это сделать удалось и для отрасли в целом, наверное, хотя в определенных регионах мира, например, в Европе и США спрос просел на 10%, что очень материально для отрасли. Но при этом это создало и отложенный спрос, который вот в этом году активно реализуется, и сейчас действительно такой есть некий даже перегрев рынка с точки зрения вот этого сложного спроса и роста цен на сталь, да, которого тоже, может быть, СМИ слышали, но отдельно можем про это говорить, действительно фактор вот пандемии, который был экстраординарным. Вот, в целом могу сказать, ну, и, конечно, еще один очень важный внешний фактор, что мы поняли, это важное взаимодействие, еще раз поняли, да, важное взаимодействие со всей экосистемой, а не только поставщиками, потребителями, мы активно помогали нашим регионам присутствие, прежде всего, в России, тем, наиболее крупные, это и закупка ИВЛ, и отгородиться забором и существовать изолированно. Это тоже, наверное, такой важный урок, который мы прошли успешно, но как бы, который нам заставил по-новому взглянуть на роль бизнеса в целом, наверное. Спасибо, Никит. То есть, в общем-то, даже можно сказать, вот вы перечислили ряд плюсов, да, которые в итоге так вот, можно сказать, спонтанно, ну, приобрелись, и опыт, да, который можно использовать и в дальнейшем, уже в обычных, нормальных условиях, которые мы надеемся, скоро все-таки наступят. Спасибо, Никит. Спасибо. Я человек позитивный, поэтому всегда стараюсь смотреть на плюши, но, естественно, там, последствия общей подпроса, он сказал, но просто это, наверное, коснулось всех, а вот надо лимон в лимонад превращать, это по процентам для бизнеса важно. Конечно, конечно. Спасибо. Коллеги, появились ли еще у вас вопросы, или, может быть, мне тоже можно еще один вопрос задать? Скажите, пожалуйста, Никит, вот, может быть, интересно будет нашим будущим студентам, нынешним абитуриентам узнать все-таки ключевые навыки, знания, которые им могут пригодиться для того, чтобы они работали вот в сфере ESG, вот, скажем, может быть, вы что-то посоветуете и какие-то из своего опыта поделитесь чем-то? Спасибо, Ольга. Хороший вопрос, очень широкий. Я так попытаюсь его сосредоточить на том, о чем я, как сказать, о чем понимаю, да, но что такое ESG в целом для компании, да, ну, давайте так, я начну с такого очень циничного капиталистского похода. Это то, что не создает стоимости в моменте. то есть вот потратив сегодня там деньги на газочистную установку, вы не получите прибыли компании, более того, вы ее убьете, да, ну, как бы сократить, давайте так скажем. Поэтому до бизнеса важно донести вот это value, да, стоимость, значимость ESG повестки в долгосрочную перспективу. Я думаю, что сегодня уровень зрелости российского бизнеса уже достаточен для того, чтобы это осознавать, ну, узнать такую шуасовщую концепцию в целом, но поскольку бизнес любит цифры, о чем я уже сегодня однократно говорил, важно уметь это оцифровать, хотя бы какую-то оценку. Вот это точно важна роль мы назовем такого ESG-менеджера. Я повторюсь, у нас в компании ESG-менеджер главный это SEO, да, буквы дальше разделены, но тем не менее, как бы это, конечно, фигура речи, да, в целом для того, кто отвечает за какие-либо аспекты ESG. Вот показать компании стоимость в долгосрочной перспективе, действительно, value, да, это очень важно, критически важно. я бы сказал, что это задача номер один. Вторая это, знаете, такое сочетание такого helicopter view, да, как говорится, связан сверху, с очень четкой и понятной операционализацией задач. да, то есть, мы можем много говорить про важность биоразнообразия, защиты населения и так далее, но когда вы дойдете до реализации, да, вам важно иметь конкретный перечень мероприятий. И вот спускаться сверху вниз или снизу вверх, как кому удобнее, но обычно все-таки там надо сначала получить это видение, потом его операционализировать, но можно по-разному. это очень важно, потому что вот, ну, когда столкнулись с реальной практикой, такими, знаете, производственниками, металлургами, да, они, конечно, им тоже важно понимать общую картину, это миф, что там, производственнику вот там важно от забора до обеда прокопать. Нет, они хотят это видеть, но, как говорится, это end of the day, они хотят понять, вот что мы можем сделать сегодня, завтра, послезавтра. И вот эта конкретизация, она очень важна для бизнеса, да, потому что вот абстрактными понятиями, там, общими повестками, глобальными целями бизнес не мыслит, да, он очень любит конкретизировать для себя. И я вот, наверное, вот эти два качества отметил бы особо. Спасибо большое, Никит. Я думаю, наши потенциальные абитуриенты, студенты услышали и примут для себя какие-то решения. Вот поступил один вопрос в чат от Антона, немного не по теме, он сам об этом пишет. Ну, я зачитаю, вы уже, да, посмотрите, как отвечать или нет. Какие, по-вашему, перспективы развития технологии DRY прямого восстановления железа в России? Ну, зря вы считаете, что вопрос не по теме, вопрос более, чем по теме. Такую мы в отраслевую специфику спускаемся, но позволю себе это удовольствие. Значит, что такое прямое восстановление железа, коллеги? это уход от классической технологии доменного производства. Да, там тоже используется печь, но не доменная печь, которая позволяет восстанавливать железо без применения угля. Сегодня, собственно, основным восстановителем является природный газ, который используется в этой шахтной печи. И углеродные показатели, в кавычках, такой технологии, они в среднем в два раза ниже классической доменной технологии. Поэтому в свете климатического проезда, о которой я говорил, перспективы у этой технологии однозначно есть. Вопрос, в чем вопрос стоимости в капексе, который нужно вложить в эту технологию, при том, что за предыдущий цикл компании уже вложились, провели другие инвестиции в классическое производство. А металлургия, промышленность тяжелая, отличается очень длинным инвестиционным циклом, то есть минимум 5-7 лет. И когда ты вложился на предыдущем цикле, ты, естественно, хочешь эти деньги окупить, отбить их. И просто так сказать, что мы закроем все доменные печи, построим ГБЖ, горячее брикетированное железо, но это конечный продукт прямого восстановления. Конечно, нет. Но в целом, наверное, мир будет двигаться в эту сторону. Это точно одна из перспективных технологий. Мы также ее для себя оцениваем. Спасибо за вопросы. Спасибо большое. Спасибо коллеге за вопросы. Наверное, еще раз спросим, есть ли какие-то последние такие уже вопросики остались у кого-то. Пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь, задавайте, пока есть такая возможность. Ну, Никит, наверное, все было понятно. Остальные все вопросы могут коллеги задать, придя на нашу программу. мы в свою очередь благодарим вас за то, что вы смогли найти время и сегодня присоединились и поделились своим опытом. И всегда еще более приятно, что выпускники МГИМО всегда возвращаются и делятся своим опытом и уже выступают как экспертами в качестве экспертов, в качестве практиков. Мы будем очень рады видеть вас и на нашей программе магистрской подготовки в качестве эксперта, спикера. Всем коллегам тоже, кто сегодня нашел время, подключился. Большое спасибо и напоминаю, что следующая лекция из цикла наших лекций в рамках магистрской программы менеджмент устойчивого развития будет проходить 4 июня, также в 16.00. Никит, спасибо вам еще раз большое. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо вам, коллеги. Был очень рад встретиться. Буду рад, естественно, если будут какие-то вопросы в режиме оффлайн, не стесняйтесь, задавать, да, Ольга, можете мне переадресовывать, как называется. Ну и в целом, желаю вам всем удачи. Я понимаю, что, возможно, здесь не все еще сегодня студенты МГИМО, но в целом могу сказать, что у МГИМО есть как раз хорошее конкурентное преимущество, как у школы, которая вот дает такой обширный взгляд на глобальные проблемы, но умеет его и вот локализовать, что называется, то, о чем говорила, операционализировать. Вот этого точно вам всем желаю, желаю этот навык получить и развивать. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Спасибо огромное, Никит, вас в чате тоже вот благодарят, было очень интересно, спасибо большое, так что благодарим всех еще раз, Никит, вас особенно. Спасибо всем, до хорошего вечера, до свидания, коллеги, до свидания. Спасибо.